Каждый год в конце февраля в самом центре Сибири на озере Байкал, где вечность застыла ледовыми наплесками на скалах, где хрусталь зимнего воздуха лишь тронь и рассыплется мириадами мелких осколков, где жизнь замерла в ожидании еще не скорой весны, время вдруг сжимается. Месяцы превращаются в дни. Дни в часы, часы в минуты и секунды, а те в тысячные доли, за которые на 15-километровой трассе борются безумцы на своих автомобилях. Я стартую. Их снова позвал лед Байкала. Принято. Мы готовы. Рекорды скорости на льду относятся, возможно, к самым экзотическим видам автомобильного спорта. Во-первых, для возможности их установления нужно иметь соответствующий климат и внушительные ледовые пространства, свободные от торосов и трещин. А во-вторых, специфический навык пилотирования на поверхности, где сцепление с покрытием стремится к нулю. Одним из первых, кто проверил, насколько скользок байкальский лед был один из самых титулованных российских гонщиков. Чемпион мира в гонках на выносливость и многократный призер гонок в Лимане Роман Русинов. Я прекрасно помню тот день, когда мне позвонил Андрей Леонтьев и сказал, «Ром, а не хочешь ли ты поехать на озеро Байкал и побить рекорд скорости на льду?» «Ха, конечно же, хочу!» – сказал я. Но я не знал самого главного. Это будет А – на нешипованной резине, Б – на обычном дорожном Ниссане ГТР без какой-либо подготовки, без дух безопасности, без парашюта. И когда я уже узнал чуть позже об этом, ну, отказывался было как-то некрасиво. В итоге я оказался на озере Байкал. И это полностью отличалось от того, чем я раньше занимался. Раньше я всегда ездил на автомобилях с максимальным зацепом, где у тебя практически не бывает проскальживания. По сути, у тебя практически нет сцепления с дорогой, да, именно в том формате, к которому я привык. То есть у тебя машина постоянно идет в небольшом заносе. Самое сложное было именно в тот момент, когда ты выходишь на скорость более 250 км в час, машину постоянно кидает, иногда ты попадаешь в порывы ветра, и было 2-3 момента, которые были реально опасны. То есть машину буквально кинуло боком, но у меня как-то получилось это выправить. Как, я честно говорю, не знаю. Я считаю, мы все получили очень интересный экспириенс, а именно не просто мы побили рекорд скорости, а мы бросили вызов стихии и покорили Байкал, по сути. У нас в стране очень пустая таблица рекордов, и практически нету рекордных трасс. И поэтому выбор льда, хоть и кажется на первый взгляд парадоксальным, он в этом плане обеспечивает долгую и постоянную систему установления рекордов на дистанцию, ну вот километр. Но рекордные заезды на льду – это не только возможность потешить самолюбие спортсменов и инженеров, но и получить большой объем полезной практической информации для оценки работы и совершенствования шин и электронных систем современных автомобилей. Именно Андрей Леонтьев стал проводить достаточно часто такие мероприятия. Во-первых, это познакомило большое количество людей с красотами озера Байкал. И, в принципе, всегда интересно к чему-то стремиться, то есть поставить перед собой цель и потом ее выполнить. А вообще я бы посоветовал конструкторам и настройщикам программ стабилизации действительно рассмотреть рекордные заезды как очень хорошую школу для того, чтобы создавать безопасные автомобили, в том числе и для людей, не наделенных экстремальными навыками вождения. Известный пример успешных рекордных попыток – на озерах, засыпанных снегом. Нужно лишь разровнять трассу, укатать ее, и относительно безопасная рекордная дорожка готова. Есть дополнительные сопротивления качения на снегу. В то же время есть дополнительные за счет неподвижности снега усилия, позволяющие разгонять или стабилизировать автомобиль. Если рассмотреть баланс физических сил и те условия, в которых автомобиль разгоняется, то на снегу управлять легче, ехать по прямой легче, разгоняться легче. Но если дистанция позволит разгоняться долго, то на льду скорость будет выше. Первый официальный рекорд скорости был установлен на льду Байкала в 2011 году. Пионером стала Мазда МХ5, которая отличалась от серьезных собратьев только одним – наличием тормозного парашюта. Первый опыт дал 212 км в час и понимание того, что, во-первых, парашют на льду неприменим совершенно, ибо любой порыв ветра превращает его в парус и уносит машину. А во-вторых, длина дорожки должна быть никак не менее 12 км, чтобы успеть оттормозиться без парашюта. Как потом покажет практика, тормозной путь со скорости близкой к 300 км в час на нешипованных шинах приближается к 2 км. Ну и в-третьих, желателен полный привод. Уже через два года Роман Русинов, чемпион мира по гонкам на выносливость и многократный участник и призер гонок в Лимане, поднимает планку доказалось еще недавно немыслимых 294,8 км в час. Его Ниссану GTR, кстати, абсолютно стандартному, едва хватает 12-километровой трассы. Через год новый рекорд. Анна Завершинская, мастер спорта и чемпион России по ралли, становится самой быстрой в мире девушкой и пилотом на льду. Она уводит полноприводный Jaguar XF за отметку в 250 км в час. Это был очень интересный опыт, потому что пилотирование машины на чистом льду – это практически аквапланирование. Машина плывет. Малейшее движение рулем машину смещает на несколько метров в сторону. И разгон, и торможение – это очень сложная и очень длительная процедура. Чтобы достичь скорости в 200-250 км в час, требуется несколько километров. И где-то приблизительно после 170 км в час каждый следующий км в час дается с большим трудом. Любая трещинка, любой бугорок, порыв ветра отбрасывает тебя на несколько километров в час назад. И приходится снова начинать с начала. И когда ты достигаешь непредельной еще скорости, но вешки с флажком «здесь нужно начинать торможение», то тормозной путь после этого занимает тоже около где-то двух километров. И это тоже очень длительный процесс, и надо очень мягко сначала отпустить педаль газа, а потом очень медленно и плавно тормозить. Потому что на этом покрытии практически невозможно сделать что-то резко, как обычно это происходит в обычной жизни на асфальте или на гравии. За эти 8 лет дважды устанавливались рекорды и на длинные марафонские дистанции. Сначала пилот Андрей Леонтьев и штурман Александр Бурмейстер на автомобиле Volkswagen Touareg с дополнительными световыми приборами, но в остальном абсолютно стандартном, и на серийных шипованных шинах «Мишлен» проехали тысячу километров по льду, останавливаясь только на судейских пунктах контроля времени и на единственную ночную дозаправку. 1019 километров от острова Альхон до Северобайкальска и обратно были пройдены за 19 часов. И это при том, что экипажу пришлось несколько раз откапываться после попадания на снежные поля и 14 раз преодолевать ряды торосов, разбирая лёд и прыгать через трещины. А через два года уже на кольцевой трассе длиной 8 километров 400 метров Андрей Леонтьев, Максим Леонов и Кирилл Ларин на автомобиле Bentley Flying Spur с 12-цилиндровым двигателем установили новый рекорд, преодолев дистанцию по замкнутой трассе менее чем за 13 часов. Пилоты чередовались за рулём во время дозаправок. Погода во время гонки менялась несколько раз, а Кирилл Ларин финишировал и вовсе уже после захода солнца в начинающейся пурге. А в 2017-м новый рекорд и абсолютное достижение как в истории российских рекордов скорости на льду, так и мировой практике ледовых рекордов для автомобилей без специальной подготовки. Андрей Леонтьев на Porsche Panamera Turbo S в заводской комплектации на нешипованных шинах Michelin разогнался до 295 километров в час. Каждый лишний километр в час даётся всё тяжелее. И всему виной растущее в прогрессии сопротивление воздуха и мельчайшие неровности льда, которые на такой скорости превращаются в трамплины. Колёса периодически теряют контакт с покрытием, а значит скорость не растёт, а падает. Разбор полётов после того заезда оказался необразным выражением. Машина на скорости за 290 полностью находилась в воздухе на протяжении почти 50 метров. Так что найти нужную льдину не так просто. К сожалению, формирование льда на подавляющем большинстве северных и сибирских водоёмов таково, что неизбежно образование торосов. Кусков льда, встающих практически вертикально, когда одна льдина наползает на другую. Байкал, кстати, не исключение. И лишь одна его акватория, так называемое Малое море, пролив между островом Ольхон и Западным берегом, даёт шанс найти относительно ровное и прочное ледяное поле. Какие факторы влияют? Ну, температура воздуха. Из года в год она меняется. То есть меняется время, когда лёд начинает замерзать на Байкале. На толщину льда также влияют практически многие процессы. Например, течение подводное. Чем мельче заливы сами, тем мощнее могут быть течения. Течения могут также и в середине Байкала быть. И, значит, на мысах они подмывают лёд, и лёд меняет свою толщину, ну и, следовательно, меняет механические свойства. Значит, вот мы можем наблюдать весной такие явления, что лёд нагревается от солнца, реально нагревается, и он начинает расширяться, лёд. И получаются такие весенние подвижки льда, когда лёд толщиной, допустим, в метр, может в один миг, вот он создалось, внутреннее давление, и от одного толчка на берег могут выскочить там 50 метров льда толщиной в метр. Ни одно большое дело невозможно без серьёзной подготовки о установлении рекордов на природном льду, когда необходимо слиться с природой, прочитать её намёки и выбрать единственно верное решение, тем более. Казалось бы, вот сколько его почти идеально гладкого льда, бери не хочу, но нам нужна льдина, желательно без серьёзных стыков и перепадов, как минимум в 12 километров длиной, потому что мы собираемся разогнаться до 270 километров в час в этом году, и такой автомобиль у нас есть. Однако каждые 3, 4, 5, 6 километров даже вот такие красивые, практически эталонные льдины разрушены трещинами и образовавшимися торосами, массами льда, которые выпираются из-за того, что льдины сталкиваются и нарезают друг на друга. Столкновение с таким препятствием может оказаться фатальным даже на скорости в 120-140 километров в час, не говоря уже о скоростях в два раза больших. Ну, а трещина шириной 4-5 метров поглотит автомобиль вместе с гонщиком незаметно. Так что нужно предпринять серьёзную разведку для того, чтобы отыскать нужную льдину. И наши друзья, наши товарищи, наши коллеги во главе с Александром Бурмейстером, лучшим ледовым капитаном Байкала, начинают работать уже с декабря месяца, чтобы в марте мы могли выйти на идеально ровную и прямую ледовую дорожку. После того, как группа ледового капитана проведёт два месяца в поисках нужной льдины и убедиться, что она выживет, то есть не треснет, начинается выбор траектории трассы. Как правило, помимо основного варианта остаются минимум два резервных на случай, если всё-таки пройдёт трещина. На Байкале ежегодно происходит свыше двух тысяч землетрясений. Да-да, это не оговорка, но о подавляющем большинстве из них известно только сейсмологам. Но вдруг... Впрочем, опыт позволяет предугадывать образование трещин. В одном и том же месте, да, бывают одни и те же трещины. Значит, это зависит от конфигурации мысов самих. Допустим, мыс Рытый. Там всегда, в этом месте, каждый год идёт трещина. Трещина, как бы, называется становая. Становая трещина – это трещина, которая постоянно живёт. Потому что лёд Байкала, он не ровное такое, футбольное поле, да, а он разбитый на куски. И эти куски, на там 10 километров, 20 километров, они постоянно шевелятся. Шевелятся они от ветра, который давит на лёд. И получается, что лёд действует как парус у парусника. То есть создаётся ещё больше давления. Это давление... Чем сильнее ветер, тем больше давления на сам лёд. И как бы вот эти льдины, они начинают шевелиться. И мы видим, вот это шевеление, оно приводит к тому, что в этих вот становых щелях лёд, тонкий лёд. Он постоянно лопается, и идут подвижки то вперёд, то назад, то вбок. Мы можем наблюдать, что щель расходится. Можно одну щель увидеть, что она может 7 метров чистой воды. И тут же через час она может сойтись, и в этом месте образуется нажим. Так что группа разведки обязательно ввозит с собой ледобур, а контрольные замеры делаются при участии специалистов МЧС через каждые 200 метров дистанции. Есть целые таблицы. Работает Институт Арктики и Антарктики у нас в России, это в Санкт-Петербурге. Есть формулы как бы нагрузок на лёд. Они известны. Но из практики примерно так. У нас на Байкале единственная переправа это с материка на остров Ольхон. Она каждый год, длина её 11 километров. Чуть плюс-минус. И каждый год толщина. Вот открывается переправа, когда толщина льда 45 там сантиметров. Тогда грузовики весом от 5 тонн могут идти по этой переправе. 20 сантиметров льда держит УАЗик уже, обычную таблетку, скажем, УАЗ. Там 30 сантиметров. Но это уже считается, что лёд, по которому можно ездить. Но если этот лёд толщиной 30 сантиметров разбила щель с водой, то есть подвижка льда, лопнул лёд, и вода. Мы видим открытую воду, открытую щель. То расчёт нагрузки на лёд делится на два. То есть, допустим, здесь было там как бы 5 тонн шла, а если щель небольшая прошла и разбила лёд, то 2,5 тонны. Вот. Чем холоднее, вот допустим, минус 30 на улице, тем лёд, особенно весной, становится такой железный просто. Мы его железным называем. Автомобиль, движущийся по льду на высокой скорости, оказывает на лёд повышенную нагрузку. Так что для рекордных заездов используется трасса с толщиной льда не менее 70 сантиметров. А когда выбор сделан, начинается работа по разметке трассы. Для того, чтобы все возможные достижения были признаны официально, профессиональные геодезисты при помощи сертифицированного оборудования размечают будущую трассу. Результаты этих замеров должны быть приняты представителями Российской Автомобильной Федерации и только тогда будет выдан заветный документ лицензия на трассу. Тогда это будет полноценный гоночный автодром. Право, право. Еще 20 сантиметров ко мне. Стоп. Все нормально. Мерю. Все нормально. Верните. Но и это еще не все. На расстоянии 300 метров от трассы необходимо убрать все снежные переметы и небольшие торосы. Если автомобиль вылетает с трассы, неровность даже в 5-7 сантиметров, когда колесо налетит на нее боком, может стать причиной переворота машины. Несмотря на то, что во время рекордных заездов мы не трогаем природный лед, оставляя его фактуру, такую, какую в этом году создала природа, мы готовим зоны безопасности, убирая снежные переметы, убирая торосы, и для этого используем строительную технику. Ну и, конечно, очень важна безопасность зрителей и гостей фестиваля. Самое главное правило никогда не поворачиваться спиной к движущемуся автомобилю и находиться только в строго отведенных местах. Обычно это зона старта и зона контроля скорости. Когда трасса размечена, приходит очередь судей-хронометристов расставлять свое оборудование. Ведь регистрируется не только максимальная скорость автомобиля, но и это самое главное. Для регистрации рекордов по регламенту Международной Автомобильной Федерации средняя скорость на дистанции. На середине трассы отмечается отрезок длиной в один километр. Пилот должен пройти его, разогнавшись на максимально возможные скорости в обе стороны. Средняя его скорость и будет официальным результатом заезда. При этом проехать створы в обе стороны нужно в течение одного часа, а пилот имеет только одну попытку. Тренироваться можно сколько угодно, но если сказал готов, иди на рекорд. Второго шанса не будет. Закон суров, но это закон. А тем временем строится лагерь. Когда вы проводите мероприятия на стационарных автодромах, ваша задача привезти гоночную технику, привезти команду и расположиться, используя инфраструктуру автодрома. Когда мы говорим про Байкал, все, что мы имеем, это в лучшем случае хороший кусок льда, на котором должно быть построено все с нуля. Все технические помещения, все зоны для отдыха пилотов, для гостей и, конечно же, для команды каждый год это строительство, в общем, можно сказать, некое испытание, потому что работаем в достаточно непредсказуемых и тяжелых погодных условиях. Сегодня у нас может быть солнце и минус 10, через полчаса у тебя налетает ураган и сносит весь лагерь, как это у нас уже было неоднократно. И трехдневная работа команды просто разлеталась в щепки, потому что вот так так случилось, да, вот налетел ураган и ты строишь все заново, только уже не в трехдневные сроки, а буквально там за засчитанные часы, потому что есть регламент, в рамках которого ты должен проводить это мероприятие. Здесь в течение нескольких дней будут обитать судьи, пилоты, медики, механики и специалисты, обеспечивающие безопасность заездов. Самое главное тут строжайшее соблюдение экологических требований. Все работы с машинами проходят только на специальных матах. Брошенный налет окурок, штраф и моментальное увольнение из проекта. Команда, задействованная в проекте, это ни один, ни два человека, это не пилот и его техник, это огромный штат, начиная от организаторов, заканчивая судьями и секретарями фестиваля. Кроме того, работа, естественно, начинается не в дни мероприятия, а задолго до. Мы проходим не одну, мы проходим десятки инстанций. Наша задача соблюдать все экологические нормы и требования российского законодательства. К нам, естественно, приезжают контролирующие органы, чтобы проверить, насколько мы соблюдаем все нормы и требования. Многие даже отмечают, что мы делаем гораздо больше, чем прописано в регламентах. После того, как мы покидаем площадку, мы, честно говоря, даже вот ее подметаем, не оставляя за собой ни соринки. Итак, спортивный комиссар, представитель федерации завершает инспекцию. И вот торжественный момент вручения официальной лицензии на ледовую гоночную трассу. Официально торжественно вручается и желаю вам успехов что все у нас прошло хорошо. Спасибо. Кстати, лицензия дается на год. Жаль. Жаль, что льди настолько не живет. Уже восьмой по счету фестиваль Дни скорости на льду Байкала собрал не только нескольких пилотов, которые соревнуются между собой на право называться самым быстрым на этом гладком природном льду. Ну и несколько автомобилей, которые попытаются установить рекорд каждый в своем классе. Это не конкуренты. Но каждый из этих машин очень самобытно. Джип Гранд Чироки Трек Холк. Он вправе называться самым мощным и динамичным внедорожником в мире. 717 лошадиных сил под капотом и 800 ньютон-метров. Посмотрим, что он покажет не на гладком асфальте, а вот на этом покрытии, которое в 150 раз более скользкое, чем тот самый упомянутый мной асфальт. Егор Айпейс это первый в мире электромобиль, который попробует проявить себя на льду. Причем сразу в двух дисциплинах. При старте с хода и старте с места, на что мы особенно надеемся, пометуя о большом крутящем моменте электродвигателя, который достигается прямо с нуля оборотов. Ну и два настоящих гоночных болида. Volkswagen Golf, чемпион России 2018 года в классе Туринг и легенда отечественного автоспорта знаменитая Эстония 21, которую помнят не только ветераны, но и все любители советских и российских гонок. Машина имела ярко выраженную самобытную аэродинамику. Надеюсь, она обязательно поможет удержать заднеприводный болид на этом чрезвычайно скользком покрытии. Высокие достижения не даются легко, рекорды скорости тем более. Слишком много факторов, которые влияют на поведение автомобиля на льду, и прежде всего его природная неоднородность. Это только кажется, что он идеально гладок. На самом деле его фактура отличается каждые 100 метров. Нужно наездить не одну сотню километров по ледовой дорожке, чтобы запомнить поведение машины на каждой секунде, чтобы потом, ювелирно работая педалью газа, с одной стороны обеспечить максимальную тягу автомобиля, а с другой не дать ему сорваться в пробуксовку. Это неминуемое скольжение. Как минимум потеря скорости, как максимум вылет с трассы с потерей контроля над машиной. Даже почти неразличимые глазом неровности могут дестабилизировать автомобиль, так что после каждого тренировочного заезда приходится менять настройки и давление в шинах, чтобы добиться предсказуемого поведения машины на всех скоростных режимах. Это кажется, что вроде все ровно, гладко, но на самом деле такое количество маленьких и больших трещин, которые есть, и тех перепадов на льду, по которым кажется он ровный, но машина все равно имеет очень большую, большие, ну, должна иметь большие хода подвески. С чем столкнулись? С тем, что машина, которая кольцевая, мы распустили все, что только можно было. Для того, чтобы сделать ее мягким, чтобы она как можно больше цеплялась за этот лед. Благодаря шинам Мишлен мы это ощутили в полной мере, потому что, в принципе, работа шин на таких скоростях, как за 200 км в час, на обычных дорогах ты это крайне редко где проверишь, как это происходит. Да, более 300 шипов на одно колесо это серьезно. Пожалуй, за все годы скоростных ледовых заездов нам так никогда не помогали шинные технологии, но максимальный результат не достигается какой-то одной волшебной таблетки. Достижение максимальной скорости это поиск совокупности нескольких решений, в том числе в настройках подвески и в аэродинамике. Мы сделали несколько различных попыток с задним антикрылом, которое очень хорошо стабилизирует на больших скоростях. Когда сняли крыло, скорость увеличилась на 12-13 км в час максимальная. Но машина, конечно, потеряла стабильность ту, которая была с задним крылом. Это было первое. Второе, начали играть с давлением. Начали с 1,8 и закончили 1,1. И 1,1 впереди, 0,9 сзади. И вот это дало свой результат. То есть то, что мы начинали первые попытки грубо говоря с 210-212 км, сегодня мы ушли за 230. Ну, максимальная, пиковая скорость была по навигатору. С серийными автомобилями так не поработать. Это против правил. Приходится пользоваться заданными вариантами настроек, если они предусмотрены, и играть давлением в шинах. В результате тестовых заездов на джипе Trackhawk стало очевидно, что электронная система стабилизации сильно душит автомобиль, и надо распустить электронный ошейник. Подвеску в мягкое положение, коробку в ручной режим, чтобы переключать передачи на минимально возможных оборотах и обеспечивать очень плавный разгон в натяг. Вот руль максимально зажать. Благо, система автомобиля позволяет устанавливать подобные режимы. Как результат 276 на тренировках. Но небольшой запас еще оставался. А вот первые заезды на электрическом Ягуаре I-Pace показали, что практически весь опыт езды на бензиновых и дизельных машинах нужно забыть. В отличие от автомобилей с привычным двигателем внутреннего сгорания, мощность которых не зависит от количества топлива в баке, электромобиль начинает сам ограничивать мощность по мере разрядки батареи, чтобы обеспечить автономию. Ведь при постоянной езде на максимальной скорости заряд аккумулятора быстро падает. Если в обычном дорожном режиме автомобиль на одной зарядке способен проехать более 300 километров, то в гоночном режиме не более 100. А это всего лишь 6 тренировочных заездов. Привычная для спорта система сначала тренировка, а потом хорошие результаты вот дает сбой. Тренировка прошла, аккумуляторы сели. Даже если мы очень быстро зарядим аккумулятор, а это несколько часов, дорожные условия изменились, значит опять надо делать тренировку. Ну вот нет такого цикла. Получается, что надо ехать заново. И все же Максим Леонов провел две тренировки, показав скорость более 200 километров в час. Учитывая, что это первый опыт езды на электромобиле в гоночном режиме по льду, неплохой результат. Второй ствол, срабатывание одиночное, хорошее, без хвостов. Но тяжелее всех пришлось молодому пилоту Степану Ануфриеву. Впервые на лед Байкала он вывел гоночный автомобиль класса «Формула». Это легендарная «Эстония-21». Советский гоночный болид образца 1982 года из коллекции автомобильного музея УГМК. Для своего времени машина имела очень прогрессивную аэродинамику, использующую так называемый «Граунд-эффект», прижимающий автомобиль покрытию за счет разрежения воздуха, образующегося под днищем. Но стоит автомобиле чуть подпрыгнуть, как эффект исчезает. И пилоту нужно приложить немало усилий, чтобы удержать заднеприводный болид на голом льду. И не будем забывать, что на улице серьезный минус сибирская зима. А у Степана нет не то, что печки, лобового стекла. Так что достигнутые на тренировках 160 км в час были для всех большой победой. Вообще рекорды скорости на льду это удел жаворонков по характеру. Словом, тем, кто встает ближе к полудню, здесь делать нечего. В 8 утра солнце уже поднялось над байкальскими сопками. И оно такое яркое, что без очков смотреть на него уже глазам больно. За ночь мороз, 20-ти градусный мороз, украсил наш рекордный автомобиль причудливыми узорами. Но, поверьте, пройдет буквально 20 минут и вся эта зимняя сказка стечет каплями на байкальский лед. Мартовское солнце уже довольно жаркое. Через час-полтора на льду начнет образовываться тончайшая водная пленка, которая заставит нас сбрасывать газ. Вот сейчас еще можно проехать, мы надеемся, со скоростью более 270, но ближе к полудню скорость может упасть на 20-30, а то и на 40 км в час. Так что не будем терять время. Вперед к рекордам! я даже не знаю с чем это сравнить. Это какие-то такие сюрреалистичные ощущения, потому что когда солнышко нет, это одно, солнышко вышло другое, вечером это третье, и попытки утром, вечером, днем делать более удачные попытки, мы поняли, что для этого нужен мороз, хотя бы градусов 10, тогда машина лучше держится, стабильнее держится, а когда солнышко растапливает лед, это получается пленка на льду, и машина начинает еще больше плавать. День рекордных заездов открыл самый мощный автомобиль фестиваля Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Напомним, как только пилот заявляет, что он готов к попытке установления рекорда, у него есть всего одна возможность и всего один час, чтобы проехать створ хронометража в обе стороны. Техкомиссия предварительно пройдена. Готов пилот для проведения зачетной попытки может объявить журналистом. Принято! Заезд начался удачно. Машина вошла в створ на скорости в 280 километров в час. Это было даже больше, чем рассчитывалось. Теперь плавное торможение и разворот в конце дорожки. Снова начинается разгон. Но на скорости около 270, когда до судейского створа остается меньше двух километров, автомобиль порывом ветра переставляет на метр в сторону. Этого оказывается достаточно, чтобы автомобиль ушел с накатанной траектории и попал левыми колесами на небольшую кочку всего в сантиметр высотой. Начинается скольжение и, как следствие, потеря скорости. Андрей Леонтьев принимает решение уйти от створа и вернуться в точку разворота. Благо, запас по времени был. Та скорость, на которой сейчас ездят лучшие рекордные пилоты и автомобили, она порядка 50 метров в секунду. Ветер, который уже очень сильный для человека, в пять раз меньше. Это там 10 метров в секунду, примерно так. Кажется, что автомобиль очень быстро едет, прорывает сквозь воздух. Интересно, кстати, что шум автомобиля, идущего на рекордных скоростях, есть не шум автомобиля, а шум самолета, это шум воздуха. Так вот, оказывает, что даже такие не сильные, ну, там, 1,5 порывы ветра очень сильно сбивают автомобиль. А поскольку все-таки дело не на совсем голом бильярдном шаре и не в середине моря, а в пределах нескольких километров от окружающих Байкал-горы, то вот те самые поперечные рывки ветра, они тем самым создают дополнительную опасность, которую пилот не видит, и, соответственно, может не успеть парировать во время максимальной скорости. Снова разгон из конца трассы, и на сей раз все проходит гладко. Снова 280. Можно принимать поздравления с успешным завершением рекордного заезда. Попытка состоялась. Теперь Илья Кашин выводит на старт свой Volkswagen Golf TCR. Техкомиссия занимает несколько минут. Отмашка старт. Илья едет без антикрыла, которая обеспечивает прижимную силу и стабильность машины, но ворует заветные километры в час. Ставка сделана на скорость. Пилот прикладывает огромные усилия, чтобы удержать легкий прыгающий как мячик переднеприводный автомобиль на льду. Как результат 236 километров в час. Это тоже претензия на рекорд в своем классе. Попытка состоялась. Как слышно? Принято! Пилот к попытке установления рекорда готов. Готов к сочетному заезду. Поехали! Электрический Ягуар выезжает третьим. У него три задачи. Показать максимальную среднюю на дистанции, абсолютную максимальную скорость и продемонстрировать максимальную скорость на дистанции километр при старте с места. Начинаем со средней скорости. В этом режиме запас батареи расходуется меньше, чем для двух других рекордных попыток. Заезд проходит без проблем, хотя есть странное ощущение, недоступное на обычных автомобилях. Каждое колесо способно вращаться со своей собственной скоростью, обеспечивая и стабильность автомобиля, и предотвращая пробуксовку. То есть значительная часть работы выполняется за водителя. Однако в условиях рекордных заездов подобное поведение машины не на руку пилоту, который привык к иным реакциям автомобиля на свои действия. У электродвигателя очень специфическая характеристика, в частности крутящего момента, который он выдает на колеса, ну и постольку-поскольку немножко необычная характеристика мощности. поэтому поведение электромобиля странно. Тем более, что у электромобиля нету одного двигателя и привычного распределения по двум или четырем колесам. Возможно, безумные максимальные скорости пока не конек электромобилей, но вот что касается ускорения, это было нечто. я посматривал на прибор GPS и мне кажется, если я все понял правильно, то вполне возможно мы установили, ну или по крайней мере предприняли успешную попытку установить новый рекорд нашего фестиваля. Так динамично не разгонялся еще ни один автомобиль. Ну, конечно, не в последнюю очередь благодаря шинам с максимально возможным числом шипов. хотя впрочем максимальную скорость тоже пока рано списывать. Сейчас Макс Леонов уехал на попытку установления рекорда по версии книги рекордов России. Это уже будет не средняя скорость на километре дистанции, как у меня, а абсолютные цифры, абсолютно возможный результат. Посмотрим, что он привезет. Машина на трассе, ожидаем. Максим Леонов делает максимум возможного. 202 километра в час на голом льду, при том, что максимальная скорость автомобиля по спидометру 208, и это замеры в идеальных условиях полигона. Самое главное, батареи не только хватило на 20 с лишним километров езды педаль в пол, но и осталось на третий заезд с места. Наш пост и все здесь присутствующие готовы к приему зачетной машины. Сейчас тогда сообщаю на базу и операция дам ответ. Мы знаем, что электродвигатель обеспечивает максимальный крутящий момент на всем диапазоне оборотов, практически с нуля. И мы предполагали, что результат будет впечатляющим, но электроджага показала абсолютно лучшие цифры за всю историю фестиваля, оставив далеко позади полноприводные бензиновые суперкары. Творк готов к приему автомобиля на зачетный заезд. Прием. А завершал программу Степан Ануфриев на музейной Эстонии 21. Настоящий боец. Он вывел машину на дорожку на закате, когда солнце уже не так припекает и тончайшую водяную пленку еще не успевает схватить морозом. Машина удивительно стабильно набирала скорость, и это при том, что никакой стабилизирующей электроники там нет и в помине. Так что 177 км в час зафиксированные приборами GPS это было выше ожиданий. Ну вот и все. Заключительный заезд в формулу 1600. Солнце уже почти скрылось за горным хребтом окружающим Байкал. И фестиваль дни скорости на льду Байкала очередной фестиваль заканчивается. Я надеюсь, что мы увозим сегодня как минимум 10 новых рекордов скорости России. Пока надеюсь, потому что это были лишь попытки, которые требуют утверждения. Состоится ли оно? Об этом прямо сейчас в посткриптуме. На самом деле нам удалось установить аж 12 новых рекордов по версии Российской Автомобильной Федерации и Книги рекордов России. При этом сразу 3 из них выпали на электромобиль Jaguar I-Space. Они стали первыми официальными электрическими достижениями в истории российского автоспорта. Ну а мы начинаем готовиться уже к новым рекордам. В следующий раз мы выведем на ледовую дорожку автомобили на альтернативном топливе и машины с гибридными силовыми установками. Лед Байкала зовет! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова